Вы знаете, я советский человек, а советский человек привык верить в здравый смысл и политиков, и простых людей. Что касается политиков, черт так знает, что они там придумали. Что касается простых людей, я могу через несколько дней спросить у своей коллеги, с которой уже 20 лет веду славянский базар, есть такой фестиваль. Она в прошлом году мне сказала, у нас будет все лучше, чем у вас. Я ей сказал, Ленок, молю Бога, чтобы именно так и было, но с одной поправкой, чтобы у вас было так же хорошо, как и у нас. Она сказала, нет, если как у вас, то тогда будет так же плохо. Я сказал, Лен, давай поживем, увидим. Потому что человек предполагает, Господь располагает. Что касается ситуации, зависящей от людей, то, к сожалению, основываясь на знаниях, которыми я располагаю, экономические знания, могу сказать только одно, в ближайшее время легче не будет с Украиной. И на Украине или в Украине будет тяжелее. Чем будет тяжелее, тем будет, к сожалению, хуже. И в этом смысле я очень хочу ошибиться. Потому что если будет плохо на Украине, мы все равно будем переживать. Ибо люди и эта земля – наша часть в сознании и в крови. Наши, близкие, родные. Я говорю об этом серьезно. И если будет лучше, мы все-таки не разучились радоваться за других. Может быть, еще и потому, что ощущаем себя великой державой. А в этих условиях такие вещи, понимаешь, еще конкретнее. Великая держава от Калининграда до Владивостока. Она умеет быть снисходительной. Вся территория и мощь. И каждый человек, который является ее частью. Нас этому учили. И я, слава Богу, имею жизненный опыт некоторый, я верю в это, потому что я сам такой.